Вот я не зря сюда иду, друзья мои. Вы знаете, здесь есть что вам показать. Во-первых, у нас завтра светлое Христово Воскресенье, то есть Пасха, самый главный христианский праздник, по-моему. И я хоть в Бога и не верю, но вот такие вот праздники религиозные, они очень красивые, они очень интересные, и всегда они меня привлекали. Впереди, вы видите справа, вот эта вот маленькая церковь, это женский монастырь. Вот и здесь у них цветущее дерево, посмотрите, оно просто всё-всё усыпано белыми цветами. Каждый год настолько буйно это деревце здесь цветёт. Я, вы знаете, пыталась, вот посмотрите на эти цветочки, я не знаю, что за дерево, сказать по правде. То ли это слива, то ли это алыча, вот что-то такое. Потому что явно, что не яблоня и не черри, а вот что-то из... А здесь, смотрите, церковный служитель вышел. То ли здесь сейчас начнётся служба, то ли она уже прошла. Видите, люди, я сейчас туда подойду с вами, и мы посмотрим. Очень редко открыта эта церковь, но и вот сейчас она открыта в Страстную Пятницу. Здесь только нельзя разговаривать громко. Боже мой, так стукнула дверь. Вернее, это не дверь, а вот эта щеколда. Даже не знаю. Смотрите, людей мало, и вообще слышно, как муха пролетит. И вон там, видно, ходят монашки. Это женский монастырь. Давайте я пройду, насколько смогу, а вы посмотрите вокруг. Я стараюсь на цыпочках идти, но вы слышите, как здесь эхом раздаётся каждый чих и каждый звук. Вообще, я так понимаю, что это уже конец службы, к сожалению. Потому что сейчас у нас пять часов, а служба, как там написано, было с трёх до пяти. Увы, мы опоздали. Но за что я люблю интернет и все эти цифровые технологии под рукой, что, например, я могу моментально перенестись с вами из Англии в Испанию. И это город Сантильяна-дель-Мар и монастырь Святой Юлианы. Этот монастырь действующий и назван в честь Юлианы Некомедийской. По одной из версий, её мощи хранятся именно здесь. И эта часовня и монастырь были построены ещё в далёком 870 году. А потом ещё сам монастырь строился и достраивался с 12-14 веки. Юлиана Некомедийская жила во времена Диоклетиана, когда были гонения на христиан. С ней хотел обручиться видный князь Некомедии, но почему-то Юлиана отказала ему. И тогда этот злопамятный князь натравил на неё всех приспешников христианских. Ей припомнили её веру, отправили в тюрьму, подвергли жестоким, ужасным пыткам и в конце концов обезглавили. Вот всё, что мы можем прочитать об этой святой Юлиане. Но, к сожалению, здесь всё по-испански. Вы можете, конечно, поставить на паузу и прочитать тех, кто владеет испанским. Мы, к сожалению, вот ходили только лишь смотрели всё это. Спросить не у кого. Испанцы практически не разговаривают на русском вообще, а на английском очень-очень редко кто. Поэтому вот здесь тоже какие-то мощи святые, не знаю. А вот это, как нам пытались объяснить, тоже какая-то цветыня церковная, очень-очень древняя. Там что-то такое связано чуть ли не с царём Соломоном. Это то ли крестильная купель, то ли чаша какая-то. К сожалению, я не нашла никакой информации. Пыталась я что-то узнать, погуглить, но ничего не нашла. Вот я показываю, как выглядит эта чаша поближе. Если что-то сможете, может быть, найдёте и нам расскажете. Это внутренний дворик монастыря, тоже очень красивый. Ну, даже, знаете, так как-то, по-моему, часто можно в фильмах увидеть, когда показывают старинные монастырии. Вот дворики у них именно так и выглядят. Ну, а это снова церковь Святой Юлианы. Вы знаете, наверное, что испанцы очень набожные. И в какой бы город испанский не приехал, даже иногда встречаются на домах иконы. Обязательно кресты тоже на стенах домов. Такие большие деревянные кресты. Ну, и вот барельефы такие. Распятие. Ах, да, вот здесь, наверное, в самом центре, почти у алтаря, смотрите, скорее всего, вот в этой гробнице и находятся мощи этой святой Юлианы. Вот, приходится только догадываться. В этой церкви при монастыре и посетителей мало, и нет гидов. Ну, вот говорят, что сюда нужно руку приложить и загадать желание. Этот городок Сантильяна-дель-Мар и эта церковь с монастырем, они находятся как раз по пути следования, пути Сантьяга, когда паломники идут этим святым путем. этот маленький городок XII века как раз и стоит на их пути. И от Сантандера до этого монастыря примерно 25 миль пути. Паломники обычно в таких святых местах останавливаются на ночь. У них есть специальные паспорта, которые называются креденсиаль, паспорт паломника, в который ставятся отметки о пройденных местах. И эти отметки будут дальше служить доказательством того, что путь весь вы прошли пешком, а не проехали на поезде с ветерком, или не прокатились на машине, как вот, например, мы это сделали 25 миль. Мы проехали спокойно на машине. В этом году, к сожалению, я не смогла найти себе попутчика, чтобы пройти этот путь Сантьяга. Да и Надежда меня отговорила. Она рассказала мне там такие не очень приятные моменты, которые бывают случаются. Если желаете, я могу вам об этом немножко поподробнее рассказать, но не в сегодняшнем ролике. А вот пока мы здесь ходили, бродили по этому старинному монастырю и рассматривали все эти камни старинные, оказалось, что мы пропустили еще одно очень интересное место, которое находится здесь совсем рядом с этим городом. Называется Пещера Альтамира. Уникальная пещера в Испании, в которой сохранились цветные настенные рисунки времен позднего палеолита. Пещера находится здесь буквально рядом, но мы, к сожалению, об этом не знали. Хотя, вы знаете, нам хватило на целый день посмотреть все великолепные святые места этого города. И я вот вам показываю вот это великолепное панно, макет старинной жизни испанцев. Наверное, именно здесь и показан город именно в то время, 12-14 век. Я ничего тут вам особенно рассказать не могу. Давайте просто посмотрим. Панно очень длинное, наверное, метров 30 в длину, искусно выполнено. Это все в том же монастыре. Ну, а я практически уже засыпаю. У нас поздняя ночь, суббота, 8 апреля, а завтра будет Святое Воскресенье, Пасха. И я специально хочу вам и выпустить вот это видео к празднику Святой Пасхи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok